Всем привет-привет! И мы продолжаем прохождение мобильной игры черепашки Низи Легенды. Итак, друзья, давайте-ка сразу же откроем тайную колоду, посмотрим, что здесь в середине. Итак, мутаген, ингредиенты для прокачки, пицца, сюрикены и еще доллары. Что ж, мелочь, это приятно. Сразу же давайте-ка, друзья, отправимся с вами в битву. Давайте-ка мы пройдем серию испытаний, посмотрим, что там делается. Итак, друзья, давайте-ка я посражаюсь с черепашками. Вот против них я возьму каких-то интересных мутантов, чтобы зрелище было интересным. Итак, Бакстер Муха, возьму Змекюна, возьму Паукуса, возьму нейтрализация, мутагеноида, прошу прощения, это был мутагеноид. И еще возьму Макмена, этой пятеркой, и пойдем против черепашек. Итак, черепашья сила. Черепашья сила что? Лео, ложись у одного из них бластер. Это, кстати, по сценарию встретились черепашки из мультика и классические черепашки. У кого бластер? Разберемся с ними. Мы не хотим сражаться с вами. Тебе не нужно было направлять на нас лазер. Ну что ж, друзья, сейчас сразимся. Вот, посмотрим, что из этого получится. Да, здесь всего лишь одна волна, но я думаю, здесь мы должны справиться. Все-таки у нас команда из пяти бойцов, и наши герои немножко сильнее. Так, враг атакует. Это был классический Микки. Давайте-ка попробуем укусить при помощи Паукуса Дони. Отлично. Вот, возле Микеланджело зеленый треугольник. Урон повышен, поэтому Змекюн метает слизь. Отлично. Удалось ранить противника. Что дальше? Ага, черепашки атакуют. Кстати, у Бакстера Мухи есть возможность подлечивать. Поэтому, друзья, когда придет к нему время, мы его подлечим. Ну а пока пытаемся выбить Дони. Урон повышен, но, к сожалению, он выживает. Бакстер Муха тоже пытается что-то сделать. Ай-яй-яй, друзья, я же не включил исцеление Бакстера Мухи. Ну, надеюсь, что он не погибнет за это прохождение, за этот круг. Так, погусплюет и все-таки выбивает Дони классического. Отлично. Змекюн атакует щупальцами. Здорово. Вот враг продолжает атаковать. Просело здоровье Макмена. Ага. И смотрите, что творит вражеский Раф классический. Я забыл, что у него есть исцеление. Да, он исцеляет свой отряд. Что ж, ненадолго Макмен пытается раздавить Микки. Вот Бакстер Муха не может исцелять. Друзья, в прошлой серии я забыл, что вот здесь в сериях испытаний, если герой уже использовал способностью, она идет в откате. Вот ему нужно три хода, чтобы восстановить здоровье отряда. Ну, что ж, Пакап тогда атакует тем, чем есть. Вот остался только Лео. Это победа. Причем, мне кажется, друзья, будет идеальная. Но, как видите, все равно у Паукуса осталась только половина здоровья. Итак, он пытается атаковать. Так, Мутагиноид бьет. Вот Змикюн бьет лапами с щупальцами. И это приносит нам победу. Да, просто-просто великолепно. Что ж, друзья, продолжаем битву. И давайте-ка посмотрим, в каком состоянии мои герои. Да, опять же, благодарю за отзывы, комментарии. Вот, друзья, по вашим просьбам я насобирал уже вот фишки Криса Брэдфорда. И сегодня мы сможем его перевести на вторую их звездочку. Кроме того, первым написал подписчик с ником Слизниклык. Он попросил, чтобы я собирал ДНК нейтрализатора. У него очень крутая четвертая способность. Ну, давайте-ка я посмотрю. Есть ли у нас возможность. Да, друзья, смотрите. Есть возможность собирать ДНК нейтрализатора. Причем, вот при помощи телепортиков, что даст нам возможность перейти на новый уровень. Ну, давайте-ка я сейчас попробую взять, что возможно. Вот, не в то факт, что мы с вами перейдем на новый уровень, но собирать я буду. Вот. Итак, сделал три телепортика. Что мог сделать. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, я прокачаю Криса Брэдфорда на новую звезду. Итак, Крис Брэдфорд становится двухзвездочным. У него открывается новая способность, новый удар, сноуборд. Вернее, друзья, это усиление. Смотрите, что делает эта способность. Брэдфорд демонстрирует вдохновляющуюся серию приемов. Увеличивает силу атаки союзников на 25% в течение двух ходов. Ну, что ж, здорово. Кроме того, давайте-ка, друзья, я прокачаю Криса Брэдфорда до 20 уровня. Думаю, так будет здорово. Кстати, к бойцам не можно было прокачать выше 20 уровня, если было две звезды. Ну, что ж, пока все неплохо. И да, смотрите, еще подписчик с ником Хоспер попросил, чтобы я играл на Х2. Вот. И Женя Подобный попросил, чтобы я прокачал пульверизатора. Ну, что ж, давайте-ка посмотрим, в каком состоянии еще и наш пульверизатор. Вот, он 17 уровня. Вот, я могу поискать ему, вот, сейчас ДНК, чтобы перевести и этого героя на вторую звездочку. Ну, и вот сейчас, скорее всего, мы перейдем с вами на новый уровень. Итак, да, новый 26 уровень. Просто здорово. Давайте-ка сейчас я открою тайную колоду, посмотрим, что делается. Вот, и так, целая куча ингредиентов, сыра и ДНК Хсевера Монтеса. И у нас новый персонаж. Просто-просто великолепно. Супер. Ну, что ж, друзья, встречаем нового героя. Вот он, новый Хсевер Монтес. Просто-просто великолепно. Вот, замечательно. Итак, давайте-ка сразу же его и активируем. Наймем этого персонажа. Вот такой он красавчик. Вот, сразу же, как видите, золотой на три звезды. Все у него способности активированы. Поэтому, друзья, я думаю, давайте-ка мы сейчас его прокачаем. Вот, по максимуму. Сейчас я его прокачаю, вот, где-то на 20 уровень. Думаю, так будет здорово. Даже можно выше, друзья. Ой-ой-ой, смотрите, я потратил на него весь мутаген. Весь мутаген. Ну, ладно, в принципе, друзья, еще один золотой герой нам не помешает. Вот, пока думаю, как-то так. Кстати, да, смотрите, еще один подписчик. Это Сивенфи попросил, чтобы я, вот, собрал таких героев. В Доне обычный, Кожеголов, Микки обычный, Холодильная кошка и Сплинтер. Ну, в принципе, друзья, это все возможно. Вот, жаль, не хватает мне немножко мутагена. Поэтому, друзья, я думаю, давайте-ка мы с вами сейчас соберем награды. Вот, и попробуем за доллары купить мутагенов. Как видите, без мутагенов все идет очень-очень стремно, очень плохо. Итак, переходим в магазин. Давайте-ка зайдем к мутагену. Вот, за 110 баксов я сейчас попробую купить. Кстати, мы можем купить целую бочку за 550. Либо, вот, попробовать с экономики набрать, вот, 950 баксов. Тогда можно будет купить 15 тысяч. Ну, пока давайте-ка, ладно, я куплю, вот, за 110 баксов полторы тысячи мутагенов. И на этом пока остановимся. Кстати, да, давайте-ка посмотрим, что у нас по миссиях. И да, друзья, у нас есть ежедневные задания. Мы можем заработать мутагенов в битве. И я думаю, это вовремя. Итак, против мутагеноидов 10 уровня. Давайте-ка возьмем каких-то не особо сильных бойцов, вот, чтобы попробовать сразиться на 20 уровне. Итак, давайте-ка я возьму, вот, Змекюна, Паукуса и Макмена против, вот, мутагеноида. Попробуем с вами заработать мутагена. Смотрите, какой он крутой, большой. Несмотря на то, что 10 уровень кусается, он больно. Но я думаю, наши герои должны справиться. Итак, Паукус заплевывает. Отлично снимает сразу же процентов 30 здоровья. Змекюн добивает. Вот, и Макмен сейчас должен расплющить. Да, просто великолепно. Ну что же, друзья, победа. Победа, достаточно легко справились с вот этим мутагеном. Следующий мутагеноид будет намного сильнее. Вот, удалось заработать 30 единиц мутагена. Кстати, это было приятно. Вот сейчас есть возможность сразиться за 600 единиц мутагена. Но, смотрите, здесь очень сильный противник. Поэтому, друзья, прежде чем пойти в бой, давайте-ка я прокачаю Рокзара, Лео и Бакстера Муху. Вот так, мне кажется, будет здорово. Итак, прокачиваю Лео. Вот, до 24 уровня. Даже давайте-ка, друзья, прокачаю до 25. Прокачаю Рокзара. Тоже до 25 уровня. Если хватит мутагена, хватает. Вот, ну и на Бакстер Муху, скорее всего, уже мне ничего не хватит. Нет, друзья, еще хватает, чтобы прокачать и этого героя. Правда, всего лишь на 26 уровень. Ну вот, супер. А сейчас давайте-ка попробуем сразиться с мутагеноидом. Вот, 20 уровня. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед битву. Давайте-ка посмотрим, удастся ли нашим героям справиться. Противник серьезный, очень сильный. Итак, массовая атака. А, нет, друзья, прошу прощения, это не массовая атака. Это просто удар. Итак, разармитает когти, снимает всего лишь 50%, ну, 5, возможно, 10 здоровья. Вот, Бакстер Муха тоже бьет. Отлично, у Бакстера и Мухи более сильный удар. Вот, Лео рубит катаной. Супер, ну, друзья, вот я ожидал худшего. Я ожидал худшего, что нашим героям будет очень тяжело. Но, как видите, все достаточно легко проходит. Ой-ой-ой. Итак, у Лео практически не осталось здоровья, ничего страшного. Бакстер Муха подлечивает. Лео рубит мечом. Супер. Если так пойдет, мы с вами сейчас вот победим идеальной победой. Итак, мутагеноид пытается вот уничтожить Лео. Нурак взорвает на луну, привлекает к себе внимание. И Бакстер Муха пытается добить противника. Не получилось. Итак, хлопок мутагеноида. Лео рубит мечом и приносит нам победу. Вот, просто великолепно. Итак, удалось заработать 600 единиц мутагена. Очень хороший результат. И я думаю, друзья, давайте-ка мы с вами сейчас еще пойдем, вот, еще пойдем в очередную битву. Итак, вот, ну дальше, друзья, мы не сможем с мутагеноидом 30 уровня. Мы с вами не сможем справиться. Ну, поэтому пока как-то так. Итак, что по заданиям. По заданиям мне надо пройти 10 режимов. Кстати, у нас достижения. Давайте-ка я соберу. Итак, 3 ДНК Шреддера мультяшного. Кстати, сколько мы уже насобирали ДНК Шреддера. 30 и 70, неплохо. Кстати, относительно Донателлы, что прописчик просил, чтобы я собрал. Друзья, смотрите, немного. 2 ДНК есть, еще 3 ДНК. Мы откроем этого героя. То есть, его надо будет искать в магазине. А ну-ка, кстати, давайте-ка зайдем, посмотрим, что делается в магазине. Вот, возможно, что-то можно будет купить по предметам. И да, друзья, смотрите. По предметам мы можем купить Джастина. По предметам мы можем купить Джастина. Да, друзья, новый персонаж. Ну что ж, поздравляю вас. Сегодня у нас просто какое-то открытие. 2 новых персонажа. Вот, удалось открыть. Это здорово. Ну что ж, друзья, давайте-ка... А давайте-ка, друзья, я его оставлю на следующее видео Джастина. Вот, пока он нам не критичен, все равно нету мутагена, чтобы прокачать. Но мы с вами можем пойти в битву. Итак, давайте-ка отправимся в битву по основному сценарию. Вот, напоминаю, что мы сейчас находимся в четвертой главе. И я перехожу к восьмому эпизоду. Посмотрим, кто здесь у нас. Итак, враги 23-25 уровня. Вот, беру мою самую сильную команду. Вот, Рокзар, Лео, Бакстер, Муха, Нейтрализатор и Карай. Этой командой мы и пойдем в новую битву. Итак, катастрофически не хватает мутагена. Поэтому, друзья, нужно будет как-то его собирать. Итак, что с врагами? Как видите, встречает нас футы. Встречает нас вот этот саблезуб. И Карай сразу начинает с массовой атаки. Забрасывает врагов Кунаи. Неплохо, но, честно говоря, ожидал большего. Вот, Рокзар метает когти. Очень хорошо. Удалось наложить на саблезуба негативный эффект. Постепенное уменьшение здоровья. Враг атакует нашу Карай. Ну, а я пока буду выбивать врагов. Итак, Бакстер, Муха, выбивает первого фута. Второй пытается ударить Карай. Итак, срочно что-то делать. Давайте-ка, друзья, я пока подлечу Карай. Благодаря медитации Лео. Рокзар, думаю, сейчас должен повыть на Луну. Выбить противника. Привлячить к себе внимание. И это будет здорово. Отличить внимание от Карай. Итак, Карай пыталась что-то сделать. Да, вот, друзья, смотрите, Рокзар выйдет в Луну. Теперь враг не сможет атаковать Карай. Будет атаковать Рокзара. Но это тоже не совсем здорово. Здорово. Давайте-ка я еще подлечу нашу команду. Вот, и попробуем добить Саблезуба. Итак, есть. Противник уничтожен. Великолепно. Что, друзья, идем с вами дальше. И давайте-ка сейчас я попробую справиться вот с Маусером. Итак, стреляет из пушки Нейтрализатор. Ранит противника. Вот, Карай добивает врага. Просто супер. И Рокзар бьет своими когтями. Бакстер Муха пытается добить противника. Не сумел. Но это ничего страшного. Итак, смотрите, что творит четырехрукий Фуд. Вот, Нейтрализатор пока вот отвлекает от себя. Вот, я пытаюсь атаковать противника. Вот, четырехрук сделал оскорбление. И он привлек внимание к себе. Поэтому вы вынуждены атаковать этого врага. Итак, выстрел из пушки Нейтрализатора. И враг повержен. Итак, все идет очень даже неплохо. Правда, вот одного из Маусеров есть массовая атака. Царапает наших героев. Ну, а сейчас, друзья, я буду пробовать выбивать последнего из футов. Очень хороший удар. Мичелио. Карай пытается добить противника. И Рокзар уничтожает враги противника ударом когтей. Просто-просто супер. Итак, друзья, идем с вами дальше. Давайте-ка посмотрим, что здесь я могу сделать. Итак, здесь я могу попытаться пострелить... Вот, кто это у нас? Это у нас Маусер. Вот Бакстер Муха его царапает. Вражеский герой Зак сейчас, наверное, будет атаковать. Ну, пока не двигается. Итак, что-то надо делать. От Бакстера Мухи отвлечь внимание, либо подлечиться. Итак, массовая атака врагов. Вот достается всем нашим членам отряда. И да, смотрите, что делает Зак. Он выстрелом из пальца просто снес большую половину здоровья нейтрализатора. Вот Карай Мстит метает целую кучу кунаи. Вот, Рокзар метает когти. Ах, не сумел. Не сумел добить противника. Но я думаю, сейчас вот Лео должен уничтожить вот этого Маусера. Не сумел, опять же. Ну что ж, одна надежда на Бакстера Муху. Вот здорово. Уничтожен противник. Вот что этот Маусер. Ах ты, что творит? Опять же, массовая атака. И еще одна массовая атака. Хорошо, что эти массовые атаки не сильно вот грызут наши герои. По чуть-чуть уничтожает здоровье. И да, Зак метает диск. Поджаривает весь наш отряд. Очень было неприятно. Нужно срочно лечение. Давайте-ка пусть Рокзар пока отлечет внимание на себя. Вот. Лео вынужден атаковать. Еще один ход до исцеления. И да, у врагов остался только Зак. Вот. Победа, мне кажется, будет на нашей стороне. Но надо срочно лечиться. Итак, Бакстер Муха восстанавливает здоровье. Просто великолепно. Лео плюс медитации тоже восстанавливает здоровье. Ну и, друзья, видите, это победа. Это победа. Ничего сделать уже Зак не сможет. Хотя, смотрите. Вот. Пропало уже действие способности оскорбления. Нейтрализатор метает диски. Ну, как так? Диски прошли мимо. Вот. Пытается что-то сделать Зак. Но я думаю, сейчас общими усилиями мы его допинаем. Итак. Да. Удар когтей Рокзара и победа. Вот. Просто-просто великолепно. Итак, друзья. Удалось нам сегодня прорваться. Вот. По сценарию идет кусочек диалога. Лео пора взглянуть в лицо правде. Нью-Йорк принадлежит к рэнгам. Я согласен всем с человеком. Здесь теперь небезопасно. Мы должны отдохнуть. А если есть место, где мы можем спрятаться. Да, я знаю такие места. Что ж. Супер, друзья. Просто-просто великолепно. Итак. Очень классно мы с вами сыграли. Вот. По основному сценарию удалось неплохо прокачаться. Кстати, друзья. Я не знаю. Где-то у нас появились доллары. Их, по-моему, было меньше. Вот. Ну. Не знаю. А. Наверное. То ли за событие. То ли за что. Но нам упала эта награда. Ну что ж. Здорово. Итак. Давайте-ка, друзья. Наверное, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. В следующем видео я попробую с вами пройти серию испытаний. Вот. По плюсу основной сценарий. Вот. Пока не выполнил я все просьбы подписчиков. Вот. Не собрал ДНК Дони. Но я буду здесь за этом следить. Возможно, где-то по миссиям это откроется. Вот. Плюс еще кого-то попросил подписчик, чтобы я собрал. Сейчас я посмотрю. Итак, Дони. Микки обычный. А ну-ка посмотрим, сколько нужно ДНК, чтобы открыть Микеланджело мультяшного. Итак. Ага. Вот. 1,70. К сожалению, очень много еще надо собирать. Относительно Морозной Кошки. Сейчас посмотрим. Морозная Кошка. Морозная Кошка. Скорее всего, очень много. Так. Не вижу пока этого героя. Ага. Вот. Морозная Кошка. Дать тоже 70 надо ДНК. И на Сплинтера. Скорее всего, тоже очень нужно много ДНК. Я не помню, в каком он состоянии. Сейчас посмотрю. Так. Сплинтер, 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 Сплинтер. Друзья, не вижу этого персонажа. Давайте-ка начну с конца. Вот он, друзья. Тоже 70 единиц. Что ж, друзья. Постепенно будем собирать. Постепенно будем прокачивать героев. И надеюсь, что это будет здорово. Что ж, сегодня я на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите отзывы, комментарии. Кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.